Всем привет! В этом видео показываю свои скульпторы, корректоры и всякие такие средства. Хотела снять видео о хайлайтерах и сразу о корректорах, но поняла, что продуктов достаточно много. И чтобы не делать длинные видео, делю на две части. Начну с палетки, которая у меня уже мелькала в видео не раз. Это палетка от NYX, где я сама собирала продукты. Здесь у меня вот такой корректор. Мне цвет очень нравится, очень подходит и хорошо на лицо ложится и растушевывается. Это очень удачная моя покупка. Следующий корректор от MAC. Называется он Baby Don't Go. Это такой очень светлый корректор и на моей бледной коже, я честно сказать, думала, что будет вообще великолепно. Но попользовавшись несколько раз, поняла, что мне вообще никакой коррекции практически не дает. И я обычно, когда им пользуюсь, я что-нибудь еще добавляю в него, потому что иначе его на лице вообще не видно. Это набор от Catrice, возможно, я уже его показывала. Вот такой корректор. У меня в оттенке 010 Ashy Radiance. Вы знаете, абсолютно не хуже любого дорогого корректора. И наносится хорошо, и растушевывается хорошо, никуда не исчезает, корректирует все как надо. Тени ложатся. Не слишком ярко, не слишком бледно. И это, мне кажется, прекрасная замена каким-то дорогим средствам. Этот корректор от Dolce & Gabbana в оттенке Tan 22. Я его даже не могу показать. Он у меня уже почти закончился. И вот разваливается, даже кусочки выпадают. Очень его люблю. Я, наверное, скорее всего, даже повторю. Hula от Benefit. Тоже известная вещь. Известный корректор. Но он, конечно, это не корректор, это бронзер. Но он имеет такой оттенок матовый, который прекрасно корректирует лицо. И, насколько я знаю, подходит и для светлой кожи, и для более темной, для более смуглой. Шикарный продукт. У меня уже вон какая огромная дырка. С удовольствием пользуюсь. И его, возможно, тоже повторю. Один из любимейших корректоров от NYX в оттенке Tau. Мне вот подсказали, что этот оттенок до сих пор есть. Я смотрела. Да, он есть, но он уже в другом варианте. И другой по текстуре, на мой взгляд. Вот этот мне очень нравился. Это продукт от Stila. Это бронзер. Но я его использовала какое-то время в качестве скульптора. Для моей светлой кожи подходил. Единственное, конечно, рыжеватый оттенок дает. И, наверное, все-таки как скульптор не очень подходит. Скульптор от Chanel. Я его показывала и рассказывала о нем. К сожалению, не для моей кожи. И мне кажется, что это вообще корректор для фотосъемки. Потому что имеет такой сиреневый оттенок глубокий, что просто на лице оставляет синяки. Особенно на светлой коже это вот такие синяки получаются. Для фотографии, возможно, и подойдет. Ну и то, девочки с бледной кожей, если найдете такое средство, не знаю, вроде говорят, где-то еще там в бутиках можно его достать. Если у вас очень светлая кожа, не покупайте, оно вам не надо. Палетка от Nars. Здесь такой корректор. И даже не хайлайтер, а какая-то высветляющая пудра, которая, на мой взгляд, вообще ерунда полная. Корректор сам по себе с таким красноватым оттенком. Красно-коричневый. Я не могу сказать, что сильно его люблю, потому что с некоторыми оттенками румян он просто начинает сливаться. Понимаете, какой-то вот оттенок, кажется, что это все румяна, а корректора уже нет. Ну, с какими-то нормально смотрится, а вот с какими-то, я говорю, не дружит. Поэтому использую не так часто. Об этом скульпторе я рассказывала от Maybelline. Вполне симпатичный скульптор. Единственное, вот этот хайлайтер, он вообще ни о чем. Когда его наносишь, его как будто бы и не носил вообще ничего. Мне кажется, немножко меньше все-таки рыжины надо было сделать вот в этом вот корректоре. Хотя на лице особо не рыжит. Это контурная палетка от Anastasia Beverly Hills. Я о ней тоже говорила, что она чересчур, чересчур в ней оттенки либо рыжие, либо сильно темные для светлой кожи лица. И еще нужно носить их очень-очень аккуратно, потому что они безумно пигментированные. И, на мой взгляд, подойдут, конечно, больше для профессионального использования, чем для использования, особенно в реальной жизни, для дневного макияжа. И последний корректор от Inglot. Он у меня уже на нуле, но мне он очень понравился. Красиво лежит на лице, но очень-очень быстро расходуется. У меня он за пару месяцев буквально закончился. Почти ежедневное использование. И корректора этого нет. Ну, возможно, повторю, потому что эффект мне очень понравился. На этом все. Пока! Пока!